Двинг.ру Варкрафт действительно богат разными событиями и сюжетом, хотя со временем мы начинаем всё иначе воспринимать, то ли с возрастом, то ли с контентом что-то не так. Но до сих пор у меня в памяти крепко сидят те моменты, на которых я по-настоящему переживал за героев, которых они касались. В игре полно синематиков и неожиданных поворотов, и сегодня мы поделимся с вами самыми грустными из них. Первый. Восхождение Короля Лича Warcraft 3 – это живая легенда во всех смыслах этого слова. Почему же? Потому что разработчики действительно вложили в него всю свою душу и до самых мелочей проработали сюжет. Главным героем игры является Артас Менитил, и признаюсь, ни за кого из других персонажей мы не переживали так, как за него. В конечном итоге все события довели до того, что он становится Королём Личом. Казалось, всё. Всё закончилось печально. Плейд, с которой пытались все бороться, победила, а Принц-Предатель стал её королём. После просмотра последнего синематика я сидел ещё около пяти минут и пытался всё обмозговать. Ко мне приходило лишь смирение со всем произошедшим и никаких вопросов. Принц-Предель 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... ...по гости каждую фракцию отправляли к своим предводителям, они ожидали нас целой кучей разных заданий. Например, у Альянса мы боролись с Нежитью, что выползала из-под земли, призванная Личом Наксрамоса. Нашим командиром был Болвар Фредрагон, что был известен еще задолго до этого. У Орды же я не знаю сюжета, но знаю, что их предводителем был Саурфанг-младший, что ранее появлялся в интересной линейке Запределья. Мы прошли длинную дорогу, завоевали славу, освободили эту землю от всех проклятий, и вот он, финал, битва у Врат Гнева. Казалось, Альянс и Орда сплотились, настал мир, и вместе они готовы прорвать защиту и осадить Ледяную Корону. Но Гнило с его приспешниками исполнили давно запланированное предательство и убили всех, кто там был. После просмотра ролика я также сидел еще с минуту с мыслью. И это все? Неужели вся наша кампания закончилась так печально? Вы думали, мы забыли? Вы думали, мы простили? У зрителя страшную месть отрекшихся! Сильвана! Смерть претит! И смерть всему живому! Это еще не конец. Да, теперь все видят. Пришло время отрекшихся. Вот и все. Спасения нет никому из нас. Спасения нет никому из нас. Гибель Гороша Начиная с катаклизма, нам начали раскрывать Гороша совершенно по-новому. Горош всегда желал построить свою Орду только из самых достойных орков. Добиться господства Орды во всем мире, а остальные пусть будут рабами. Тралл поставил сильного вождя. С ним Орда нарастила мощь и начала занимать новые территории. Лишь потом тот понял, что совершил ошибку. Всеми своими действиями Горош погубил все то, что Тралл создавал раньше. Его бредни об истинной силе завели орков в тупик. Тралл сразился с Горошем в альтернативном Дреноре, в том самом месте, где познакомился с ним в Запределье. Именно на том моменте, где начинается закат, я также впадаю в раздумья. Конечно, многие начнут осуждать Трала, но вы будете неправы. Тралл старался сделать из него хорошего, достойного вождя. Везде помогал ему и во всем поддерживал ранее. Он верил, что Горош станет вторым громом, но все сложилось иначе. Не убей он его сейчас, все могло бы сложиться еще хуже. Ты никогда не обладал силой истинного воина. У меня есть не только оружие, Горош. Моя сила повсюду вокруг тебя. Ты сделал меня таким? Нет. Ты сам выбрал свою судьбу. Не буду искать её. Нет. Смерть Волджина Своим настроем и словами тролля Сцена пронизывает до мурашек Конечно, многие из вас просто погрустили Но для меня это было трагедией Ведь Волджина я знаю с 2003 года И в будущем прошел множество цепочек с его участием Сильвана Подойди поближе Волджин Духи Лоа Говорят, что моя смерть близко Всех нас ждет смерть Но Орда будет жить Я никогда тебе не доверял Даже в самый темный час Я не мог представить Что тебе суждено Спасти нас Духи даровали мне просветление Видение Прошептали имя Многие не поймут Но ты должна выйти из тени И пролить Ты должна стать Верштям Верштям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мальчик не познал тех ужасов Что мы пережили Да Ты прав Андуин Тебя могли убить Я должен был прийти Сынок Не стоит на это смотреть Отец Ты никогда не сдавался Сражался До самого конца Отец, я не справлюсь Эта ноша слишком тяжела Мне не стать таким, как ты Андуин Твой отец Был настоящим героем Он заставил нас поверить Что страх Не имеет над нами власти Даже Перед лицом смерти Что же мне делать дальше? Выполнять Свой долг Субтитры создавал DimaTorzok Отец Все Позади Теперь Да Короли не правят Вечно Сын мой Мой взор Застилает Тьма Теперь, когда плеть лишилась своего короля Она станет еще опаснее А на сегодня все Подписывайтесь на наш канал И пишите комментарии Говорите свои грустные моменты Ну все Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok